Всем привет, друзья, в связи с новым каналом, за нами же выехали, а вчера журналистка Асем Жапишева, о которой я уговариваю делать канал на газском языке, подняла шум в социальных сетях своим постом о том, что в Казахстане, в крупнейших городах, на билбордах появилась официальная реклама синтетических наркотиков. Наркоторговцы выходят на новый уровень, теперь граффити в подъездах им не хватает, они пошли по официальному и, кстати, весьма недешевому пути. Такая реклама официально стоит сотни тысяч тенге в месяц, в зависимости от расположения и размера билборда, а может стоить и десятки миллионов. Наверное, поэтому люди, что ответственны за проверку содержимого этих билбордов, делают это, мягко говоря, спустя рукава. Сейчас об этом театре абсурда будет подробнее. Поехали. Так, ребят, очень коротко. Наш прошлый видос собрал очень мало просмотров, а там была важная информация, на которую снова обращаю внимание. Наш эксперт по налогам Дмитрий Казанцев периодически комментирует важные вещи, законы, поправки к законам, к чему все это может привести. В частности, он разложил недавно ситуацию по Каспи Голд. Что будет с переводами и почему нет смысла паниковать? Посмотрите, пожалуйста, вам не сложно, нам приятно, тем более, что инфа полезная, ссылка, как всегда, будет в описании. А сначала процитирую пост А7, с которого все и началось. Вчера ночью пользователь Твиттера Фима Алк выложил фотографию рекламного баннера в центре Алматы. На баннере указан QR-код и название сайта, на котором можно найти и купить став на любой вкус. Спиды, мифидон, кристаллы и все что угодно. Более того, люди, повесившие баннеры, еще и устраивают конкурс, где разыгрывают айфоны и прочие милые вещи. Условия конкурса – сфотографироваться с баннером, выложить у себя, отметить друзей и так далее. То есть, как обычно. Только это не конкурс от фитнес-центра, а от наркодилеров, реклама которых висит в центре пяти крупнейших городов Казахстана. Кстати, за регистрацию дают 1000 рублей, которые ты на этом сайте тратишь на первую покупку. Отличный способ подсадить детей, правда? Конец цитаты. А смысл в том, что наркодилеры набрались наглости. Такой ход можно придумать только по действиям собственной продукции. А давай будем толкать наркоту в Казахстане официально. А если придержаться официальной версии и даже не предполагать, что кто-то в Акиматах, например, Алматы, за деньги закрыл глаза на осомнительную рекламу, то весь этот звездец вышел следующим образом. Хитрожопые ребятки предложили на согласование несколько макетов баннеров с невинным содержанием. Мол, мы проводим кучу розыгрышей, запускаем челлендж, фоткайтесь с нашими билбордами, выигрывайте айфоны. И там же указали тот самый QR-код, который вел сначала на невинный сайт. Кстати, та же Асем Жапешева обращает внимание, что в интервью разным изданиям люди, ответственные за размещение рекламы, дали разную информацию. Мол, где-то они QR-коды вообще не проверяют, а где-то этот QR-код изначально вел на законный сайт. Ну так вот, возвращаясь к хитрожопым ребятам. Они согласовались с Акиматами одни баннеры, а после утверждения и размещения баннеров просто заменили сайт, на который вел тот самый QR-код. Или заменили сам QR-код уже при изготовлении баннеров, не суть. А в чем глобальный провал этих органов, которые согласуют рекламу? А в том, что на этапе согласования этих невинных баннеров, они даже не задумывались о том, что же в итоге будет рекламировать компания. Ну то есть этот прием сейчас часто используют наружки. Какая-то компания заходит на рынок с новым продуктом и сначала подогревает к нему интерес за счет странных баннеров, типа ждите, скоро, главное событие это и зимы и так далее. А потом на месте этих баннеров в той же стилистике уже рекламируют какие-то вещи. Ну или по тому же принципу, что здесь сначала устраивают розыгрыши, челленджи, которые в конечном счете все равно направлены на рекламу каких-то продуктов. Так вот здесь есть ощущение, опять же подчеркну, это только ощущение, что здесь Акиматовцы даже не подумали проверить, на что же в итоге будет направлена эта рекламная акция. Должна быть какая-то цель, а они этого не сделали. То есть формально да, челлендж, розыгрыш, ничего вроде как страшного, давайте нам свои миллионы за эту рекламу. И это прокатило, но признавать ошибки наши особо не любят. Мало того, уже вчера также в правоохранительных органах отчитали, что мол да, один день такие баннеры повисели, но еще даже до того, как Асим обратила на это внимание, их демонтировали. Хотя это было не так. А, ну даже сейчас вы удивитесь, но эта реклама продолжает работать и напротив она получила новый виток развития. То есть наркодилеры придумали такую умную многоходовочку. После шума в социальных сетях об этом написали ряд информационных изданий, многие из которых сопроводили свои материалы и видео с этого челленджа. Вот, кстати, этот видос вы видите прямо сейчас. То есть видос, как люди фотографируются на фоне этих баннеров с рекламой наркоты. Мы, кстати, специально этот QR-код не показываем, но смысл в том, что буквально в описании этого видео до сих пор есть ссылка на сайт по продаже этих синтетических наркотиков. Сейчас СМИ, по сути, заменили с собой эти билборды и дали рекламе еще больше охват. А, вы скажете, что я и сам сейчас занимаюсь рекламой наркотиков. На самом деле нет. Нигде сайт с наркотой я не указываю, напротив, я обращаю внимание на другое. Когда им нужно заблокировать какой-нибудь безобидный сайт, типа change.org, они легко это делают. А здесь, спустя сутки после шумихи, сайт с наркотой продолжает работать, как ни к чему не бывало. А, господин Абаев Даурей Наскребекович. Кто забыл, это министр информации и общественного развития. Так вот, господин высокий чиновник, где-то здесь есть ваш серьезный проеб, вы не находите? Такой короткий сегодня лайтовый выпуск, наркотики это зло и странно, что кому-то еще нужно об этом повторять. Подписывайтесь на канал, всем спасибо, всем пока.